Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый президент. У меня теперь осталось только, наверное, спуститься уже в зал. Всё сказано. Вы знаете, что... Ну, позвольте вам представить всё-таки нашу презентацию, посвященную лучевой диагностике опухоли и скелета. Классификация опухоли и скелета чрезвычайно сложна и разнообразна. Я надеюсь, я вас уже напугал этой классификацией. Видите, здесь множество различных гистогенетических групп. Опухоли хрящевого происхождения, кости, образующие опухоли, опухоли нотахорды. И так далее. Достаточно сложно в этом всём разобраться. Но, в принципе, мы должны помнить, что диагностика опухоли костей основана на трёх этапах. Первое – это анализы клиник-аномнестических данных. Никуда мы без этого не можем. Второе – это анализ данных лучевых методов исследования. Конечно, обязательно рентгенография или компьютерная томография, магнитный резонанс, ну и дальше радионуклидные методы. Ну и третье – уже морфологическое исследование. Начнём, наверное, с клинической картины. Клиническая картина, в общем-то, не специфична для опухоли костей. Это боли достаточно интенсивные, ночные. Это припухлость, которая чаще всего, конечно, при поражении плоских костей, но может, в общем-то, и при поражении длинных трубчатых костей. И, в общем-то, иногда первым проявлением опухолевого процесса является патологический перелом, в общем-то, казалось бы, на фоне полного здоровья. Ну вот, такие переломы характерны для пациентов с меломной болезнью, для пациентов с карциномами почки. Ну не то, что характерно, встречаются, скажем так, при этих заболеваниях, но у детей ещё при элозинофильной гранулеме, возможно, тоже патологический перелом, допустим, позвонка, и с этого начинается, в общем-то, и диагностика, и потом лечение пациента. Значит, анамнез очень важно знать, конечно, было ли онкологическое какое-то заболевание ранее. Ну вот вы видите, здесь пациент, который к нам обратился с клиническим диагнозом, в своё время вывих в тазобедренном суставе. Когда стали расспрашивать, выяснилось, что была сделана операция нефрактомия. 12 лет назад пациент, в общем-то, уже практически даже и не считал нужным сообщить об этом врачам. Вы видите литическую деструкцию, подвздошные кости, крыши с вздутием. В общем-то, типичная картина для метастатического поражения, чтобы потом было гистологически подтверждено метастаз рака почки. Возраст. Очень важно знать возраст пациентов. Дело в том, что если пациенты старше 45 лет, то, чтобы мы в костях не находили на первое место, всё-таки стоит поставить метастатическое поражение и подумать о нём. Вот, например, вот это наблюдение. Вы видите пациент 60 лет. Клинические рентгенологические картины опухоли, первичные опухоли кости. Вы видите деструкцию кортикального слоя, вздутие, какую-то ячеистость. В общем-то, но поскольку 60 лет, гистологию мы сделали исследование, оказалось, что это метастаз рака лёгкого. И обратите ещё один слайд. Схожая картина, тоже литическая деструкция, но уже локтевой косточки. Тоже с дутьем, с ячеистой структурой. В общем-то, только возраст. Возраст пациента 18 лет. И здесь уже при гистологическом исследовании оказалось, что это даже не опухоль, а опухолеподобный процесс анализмальная костная киста. Какие методы лучевых и радионуклеиных исследований используются? Ну, в общем-то, все методы. Это стандартная анатомическая рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Это функциональная, куда относятся наша остеосинтеграфия и однофотонно-эмиссионная компьютерная томография с вмеченными фосфатами. Ну и, конечно же, позитронно-эмиссионная томография. Ну и третья группа методов – это уже гибридные методы, которые сочетают, в общем-то, видите, это эффект КТ, и ПЭТ КТ, и ПЭТ МРТ сейчас появился. Значит, если мы к МРТ добавляем, конечно, диффузионно-взвешенные изображения и динамическое контрастирование, то мы в какой-то мере МРТ переводим еще и в группу функциональных, скажем так, методов. Вот здесь представлена таблица, где вы видите точки приложения различных методов лучевой диагностики. Обращаю ваше внимание, что МРТ позволяет оценить губчатую, кость, а что особенно важно – костный мозг, состояние костного мозга, ну и оценить состояние структуры опухоли, то есть опухолевый матрикс. Какие же основные показания к проведению магнитно-резонансной томографии? Ну, первое – это… Тут сложно сказать, что первое, на самом деле. Ну, я поставил на первое место уточнение структуры опухоли или тканевой природы образования. Второе – это оценка местного распространения опухолевого процесса. Если у нас есть подозрения, что процесс системный, то это выявление, естественно, дистантных очагов или холл-боди, да, МРТ. Ну и дальше – определение эффективности химиоучевого лечения. Ну вот еще одна табличка. Вы видите, что МРТ позволяет достаточно надежно, так сказать, дифференцировать опухоли, содержащие хрящ, жир, кистозные новообразования, ну и новообразования, которые содержат кровь или гемосидирин. Вот один из примеров. Пациент 14 лет. Вы видите очаг литической деструкции в эпиметафизе большеберцовой кости с нечеткими контурами. Достаточно сложно сказать по рентгенологической картине все-таки, что это. Выполнили магнитно-резонансное исследование Т2. Изображение вы видите, что опухоль достаточно четко очерчена, у нее четкие контуры. Она имеет ячеистую структуру. Тут видны даже какие-то уровни. Ну и на Т2 последовательности с жироподавлением вы видите, что еще имеется перифокальная реакция окружающих тканей. Чтобы лучше было видно, покажу характерный симптом уровней, что, в общем-то, позволило нам поставить диагноз анализмальная костная киста. Мы во всех случаях стараемся использовать внутривенное контрастирование. Выполнено также исследование с внутривенным контрастированием. Вы видите, что перегородки накапливают контрастный препарат достаточно активно, но солидной части нет. Диагноз – кистологический анализмальная костная киста. Еще одно наблюдение. Пациент 40 лет, очаг деструкции тоже в теле 12-го грудного позвонка. Достаточно сложно было сказать, какой он все-таки природы. Выполнили МРТ. Видите, Т1, Т2 – взвешенные изображения. Патологический сигнал от тела позвонка. И намечающийся мягкотканный компонент. Интересно, что, обратите внимание, создалось впечатление, да, в общем-то, есть, что имеется переход процесса через межпозвонковый диск на тело ниже лежащего позвонка, что, в общем-то, в принципе, характерно для туберкулезного спондилита. Мы применили внутривенное контрастирование, которое нам показало, что, нет, к сожалению, это не спондилит, ведь что опухолевые массы однородные, достаточно активно накапливают контрастный препарат. Ну, и гистологически оказалось, что это миелома. Еще одно наблюдение, не мог, так сказать, устоять и включил его в презентацию. Это еще одна анализмальная костная киста, скажу сразу. Пациент 16 лет, приехал к нам в институт с диагнозом опухоли креста. Вы видите, что все крестовые позвонки разрушены. Вот характерный симптом уровней, что характерно для анализмальной костной кисты. А на Т1 свеженных изображениях, видите, участки гиперинтенсивного сигнала. То есть, по сути дела, это кровь. Теперь еще одно наблюдение. Тоже пациент 57 лет. Очаг деструкции элитической в проксимальном диафизе бедренной кости. Вы видите, что по рентгенограмме достаточно сложно сказать, какой матрикс внутри опухоли. Вы выполнили МРТ и видим, что на Т1 свеженных изображениях опухоли гиперинтенсивно, на Т2 она гиперинтенсивно, да еще имеются узлы в мягких тканях. Ну и, в общем-то, вот такая картина, особенно если вы присмотритесь, вы увидите дольщитость. Такая картина характерна для опухоли хрящевого происхождения, то есть это хондросаркома. Оценка местного распространения опухолевого процесса очень важна для хирургов. Здесь, конечно, тоже желательно использовать внутривенное контрастирование. Ну вот эта вот пациентка с остеосаркомой, плечевой костью, видите, разрушена кость, выход процесса в мягкие ткани. И нет дифференцировки, мы не видим сосудистый нервный пучок. На операции оказалось, что, к сожалению, опухоль инвазировала сосуды и нервы. Очень важно знать и протяженность изменений в кости. Вы видите МРТ с контрастным усилением. Ну, по нашим данным, у нас была небольшая группа, может быть, человек 10-15. Мы выяснили, что МРТ с контрастным усилением лучше всех коррелируется с данными морфологического исследования по сравнению с обычной рентгенограммой и с остеосынтеграфией в определении границ опухоли. Теперь, что касается выявления дистантных очагов или метастатических очагов, какие преимущества у холл-боди и МРТ? Вы видите, высокая чувствительность, возможность единовременной диагностики и отсутствие лучевой нагрузки. К недостаткам я бы отнес все-таки относительно несколькую специфичность, трудоемкость, по крайней мере, раньше, сейчас на новых аппаратах, наверное, это стало попроще, высокая стоимость, доступность, ну и, конечно, артефакты, куда без них, в общем-то, МРТ не может без них без артефактов. Вот это одна из последних работ за 2011 год. Видите, что чувствительность холл-боди и МРТ выше даже, чем у ПЭТ-КТ с глюкозой, то есть 94 против 78. Однако специфичность достаточно, в общем-то, ну, скажем так, 76% ниже 80%. Ну вот вам, пожалуйста, МРТ всего тела, увидим, что хорошо видим и поражение скелета, и поражение печени, можем оценить головной мозг, ну и даже видим изменения в легком. Не буду останавливаться на МРТ всего тела, тем более, что у нас есть сегодня в повестке дня этот доклад, скажу только немножко о артефактах. Значит, ну, если говорить о холл-боди диффузионно-взвешенном МРТ, то артефакты на трех-тесловых машинах больше, чем на полтора-полутора-тесловых. Это недостаточное жироподавление, это вот артефакты совмещения, как в данном случае. Ну и моя любимая геометрическая дисторсия, так сказать, в возникновении которой виноват и декарант. Ну, в общем-то, восприимчивости и так далее. Ну и что касается оценки эффективности химиотерапии, на сегодняшний день общепризнанным является тот факт, что наиболее информативными методами являются МРТ и ПЭТ-КТ с 18-фтордезоксиглюкозой. Но единственное, что МРТ должно быть не анатомическое Т1-Т2, обязательно должно быть добавлено диффузионно-взвешенное МРТ с большим B от 1000, и обязательно динамическое контрастирование. Ну, в заключении хочу сказать, что диагностика опухоли костей основана, в общем-то, на совместной работе клинициста, который собирает в клинику анамнистические данные, рентгенолога или специалиста, который занимается лучевой диагностикой, и обязательно морфолога. То есть совместная работа трех этих специалистов гарантирует, в общем-то, успешную постановку диагноза и потом и лечение пациента. Здесь представлены книги, которые, в общем-то, использованы для написания этой презентации. Очень рекомендую атлас под руководством, написанный под Анатолием Георгиевичем Весниным и Игорем Ивановичем Семеновым. Если вам удастся купить, то не пожалеете. Спасибо. Спасибо большое, Павел Иванович. Действительно, это интересная и достаточно трудная тема диагностики. Я думаю, что должны возникнуть вопросы. Вы знаете что, я сознательно не приводил различные алгоритмы томографических исследований, толщину среза, последовательности. Дело в том, что все меняется. Появляются новые аппараты, появляются новые последовательности. И каждый год эти, в общем-то, стандарты меняются. Здесь просто надо следить, в общем-то, за ними в литературе. Я работаю в районе, и зачастую такие опухоли отправляют в институт имени Вредена. Чуть погромче, пожалуйста. Я работаю в районе, и зачастую такие пациенты отфутболиваются в институт имени Вредена. А какие вы имеете с ними контакты, когда обследуетесь или что, вот это все? Потому что решают обычно они там все. Вы знаете, что, ну, институт Вредена, уважаемые учреждения, мы с ними дружим. В общем-то, у нас тесные связи, тесные контакты, и пациенты у нас перекрестные. Бывают и, в общем-то, из института Вредена приезжают на консультацию, бывают и наши пациенты консультируются в институте Вредена. То есть, пожалуйста, присылайте к нам, присылайте в институт Вредена. Главное, чтобы это было специализированное учреждение, которое занимается управлением гостей. Ну, их обычно отправляют в Вредена, а там они уже бесхозные. Вот, и, пожалуйста, отправляйте к нам, конечно. Ну, в свою очередь я хочу еще раз сказать, что у нас регулярно заседает мультидисциплинарная комиссия по опухолям костей. И вот Павел Иванович, ее постоянный член, он представляет лучевую диагностику. И мы диагностируем и разбираем случаи не только, которые приходят к наш институту, но и из других лечебных учреждений, из института Вредена к нам присылают. И это обсуждение. И хотел подчеркнуть тоже, вот Павел Иванович говорил, что это достаточно сложная диагностика. И это диагностика на уровне консенсуса между патоморфологами и лучевыми диагностами. Патоморфологам очень важна картина лучевая, которая видит лучевой диагност. И Павел Иванович говорит, какие признаки деструкции, изменения тех или иных структур кости окружающих тканей. И это очень важно в интерпретации тех микроструктурных изменений, которые находят патоморфологи. И, по сути дела, диагноз и патоморфологическая верификация рождается именно в дискуссии и в обсуждении, что видит лучевой диагност и что может подтвердить из тех признаков, которые увидел Павел Иванович, допустим, патоморфолог при микроскопическом исследовании. И там действительно дифференциальная диагностика бывает крайне. Там злокачественная, доброкачественная опухолевая воспалительная природа. Это очень интересно, конечно, наблюдать за работой этой комиссии. Мы регулярно постараемся участвовать в этой комиссии, обсуждать эти сложные случаи. Так что мы за то, чтобы к нам попадало больше этих пациентов. И чем больше мы будем их смотреть, чем больше будем обсуждения проводить, тем будет легче, наверное, в последующем диагностировать эти случаи. Поэтому не стесняйтесь, присылайте. Мы готовы их обсуждать и готовы каким-то образом помогать другим лечебным учреждениям. Тем более, что в нашем арсенале есть не только хирургическая технология, но есть и лучевая терапия, есть и весь спектр химиотерапии. И зачастую, конечно, патоморфологический диагноз влияет на тот метод лечения, который будет проводиться в последующем. И у нас все есть возможности для лечения и взрослых, и детей. Там вопрос возник. Да, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, иногда бывает, развивается побочный эффект на химиотерапию или таргетную терапию, видеосолги, и часто бывает такое, что берут на диагностику и обнаруживается, что ничего нет, а это боли следствия химиотерапии. Спасибо за вопрос. Вы знаете, на моей практике была не очень большая практика, слава богу. Я еще не убелен и сединой, так сказать. Но 10 лет на моей практике было буквально несколько пациентов, которые с этими жалобами на боли в конечностях, и когда мы, в общем-то, ничего не находили. И эти пациенты даже обследовались и за рубежом, в Германии в частности. Там был выставлен как раз вот этот диагноз, о котором вы говорите. Достаточно редко. Ну, в свою очередь хочу добавить, что это, скорее всего, идет токсическое влияние на нейроуровни, нейропатия, так называемая. Нет, существует болевой синдром неясной природы, он, по-моему, даже так и называется, в костях, когда мы никакими методами не можем понять, в общем-то, от чего же болит той или иной отдел, в общем-то, кости или конечности, скажем. Такие ситуации действительно встречаются. Ещё есть вопросы? Скажите, пожалуйста, у патоморфологов трудности какие-то возникают вообще при проведении исследований? Или всегда точен диагноз без всяких там… Да, спасибо большое за вопрос. Ну, конечно, я так скажу, что трудности возникают у всех. У клиницистов, у рентгенологов и, естественно, у морфологов. Причём отмечена интересная закономерность, не мной, а профессором Грибанчем Семёновым, что если непонятно клиницисту, то, как правило, потом непонятно и рентгенологу, и потом непонятно ещё и морфологу. И мы вынуждены все втроём потом собираться, в общем-то, и решать эти сложные вопросы. Ну, так вот, если непонятно, то оно непонятно всем. Павел Иванович, я ещё хочу добавить. Зачастую больше трудностей и непонятностей возникают у того, кто больше имеет опыт в этой сфере. Молодому специалисту, который впервые столкнулся с данной патологией, наверное, всё ясно. А тот, кто больше смотрит и больше знает, что может быть… Больше сомневается. Больше вопросов возникает, да. Да-да, меньше знаешь, крепче спит. Иногда Павел Иванович такой дифференциальный ряд выставляет, что задумываешься, да. Всё, спасибо. Спасибо большое. Мы, наверное, отпускаем Павла Ивановича или ещё помучаем? У нас, благодаря нашим докладчикам, есть, по-моему, какое-то время ещё помучать Павла Ивановича до перерыва. Благо, что… Павел Иванович, отпустить всё-таки, да? Да, ради Бога, я не хочу. Павел Иванович, есть что рассказать нам ещё. Ну, ладно, давайте поблагодарим. Спасибо большое, Павел Иванович. Ну, давайте мы, наверное, подытожим первую половину нашей конференции. Я смотрю, что участников прибавляется. Очень приятно, что люди подходят, интересуются, и действительно активность проявляет и вопросы. И люди, которые действительно на передовой, будем так говорить, сталкиваются с пациентами, трудными пациентами в первичном звене, у них тоже есть вопросы, и они интересуются очень приятно. Спасибо большое. Ну, Владимир Владимирович. Я тут заметил, вот группа была сзади в белых халатах, это кто такие? Они что-то потом после первого доклада ушли. В полосатых купальниках. Ну, наверное, это либо доктора прикомандированные, обучающиеся, не знаю, что-то у них по плану, наверное, другое. Они нашли возможность, чтобы чуть-чуть... Ну, не лучевые, наверное, диагносты, да? Скорее всего, нет. Ну, тут я думаю, что основная масса здесь присутствующих, это, наверное, все-таки не лучевые диагносты. Кто из лучевых диагностов? Поднимите, пожалуйста, руки. Ох, нет, я ошибся. Больше половины лучевых диагностов. Но радует то, что, ну, меньше половины, но все-таки практически половина – это будущие онкологи или онкологи действующие. Вот. Ну, подводя итоги вот этой первой половины нашей конференции, следует сказать, что действительно мы ознакомились очень интересными данными и даже неожиданными данными. И много нового увидели, услышали о перспективах использования магнит-резнаса томографии. Если, там, классические, там, информация о возможности магнит-резнаса томографии в диагностике рака предстательной железы, она уже, ну, на самом деле мало вызывает каких-то сомнений, использовать МРТ или не использовать. Тут больше вопросов, как использовать и как смотреть. Я попытался в своем докладе это довести, изложить, насколько это вот подробно получилось. Вы можете, ну, оценить, если у кого-то вопросы возникли, то задавайте вопросы, пишите на электронную почту, пожалуйста, в любом варианте мы будем отвечать. Присылайте сложные случаи, мы скажем свое мнение и так далее. По второму докладу уникальный материал, пионерский материал, провокационный, с одной стороны, материал. В общем, мы не зря, и я не жалею, что Александр Сергеевич доложил свой материал, своей научной работы, своей практической работы. Военно-медицинская академия доказала, что она все-таки остается лидером, да, и можно, и нужно на нее равняться и использовать ее достижения. Мы обязательно их будем использовать. Конечно, мы еще присматриваемся к возможностям магнитризнатной томографии в области диагностики и распространенности опухолей, опухолей легкого и средостейния, стенка, грудной стенки, да, мы достаточно активно используем, это действительно работает. А вот до легкого мы еще не доросли, но я думаю, что скоро дорастем. И я хочу сказать, что то, что здесь присутствовали таракальные хирурги, вот там они тихонечко сидели и слушали, я думаю, что совместно мы, конечно, разовьем эту деятельность, надеясь, что они тоже прониклись этим материалом. Диагностика рака молочной железы, действительно, тоже вопросов мало использовать, не использовать, но, тем не менее, дискуссия еще есть, существует. Да, действительно, магнитризнатная томография существенно расширяет визуализационные способности в оценке опухолевого поражения непосредственно в молочной железе, но и в поражение соседних тканей и органов, лимфатических узлов, в прорастание в грудную мышцу, в стенку грудную и так далее. Магнитризнатная томография здесь дает очень серьезную информацию для определения тактики ведения пациента. А то, что магнитризнатная томография еще позволяет оценить эффект химиотерапии и предсказать вообще ответ опухоли на проводимое лечение, и его таким образом визуализировать, это еще больше дает очков в пользу использования магнитризнатной томографии. Но, конечно, вопросы, кому конкретно, на каком этапе, они еще дискутируются, они еще обсуждаются. Опыт нашего института вы увидели. Есть учреждения, где более активно используют магнитризнатную томографию, есть публикации, которые говорят о том, что, к сожалению, магнитризнатная томография, в частности, в первичной диагностике склонна к гипердиагностике и так далее. Все-таки сейчас пока оценивается роль магнитризнатной томографии, и мы тоже в этом процессе участвуем. В диагностике очаговых поражений печени также новая технология, перспективная технология использования специфических препаратов, накапливающихся гипотоцитами. И это очень интересная и очень нужная информация для оценки масштаба поражения печени и стратификации пациентов на группы, кому можно выполнить радикальное удаление очагов из печени или радиочастотное, любое воздействие, либо это резекция, либо это абляция любого вида воздействия физического. И мы должны понимать, мы таким образом решаем проблему пациента, или все-таки эта манипуляция не приведет к существенному продлению жизни и улучшению прогноза для этого пациента. Ну и, конечно же, последний перед перерывом доклад о роли магнитризнатной томографии в диагностике опухолевого поражения скелета. Действительно, на сегодняшний момент времени магнитризнатная томография один из основных способов визуализации опухолевого поражения, один из основных способов дифференциальной диагностики. Но это не вся дифференциальная диагностика. Павел Иванович сказал, что это большой очень вопрос иногда возникает, и он не зря первые слайды представил рентгенодиагностические, классическая рентгенодиагностика, все-таки она имеет место, и характеристику изменений структуры кости окружающих структур мы можем и должны, конечно, получать с помощью рентгенодиагностики, ее сопоставлять, эти данные с магнитризнатной томографией, и радионуклидной диагностикой, и в комплексе. Вот такой мультимодальный подход, это еще вдобавок обсуждается с данными патоморфологического исследования, и только тогда мы приходим, приближаемся к истинному положению дел, что же у этого пациента такое, какое заболевание, какой патологический процесс. Но я таким образом передаю слово Владимиру Максимовичу, он поделится своими впечатлениями о первой части нашей конференции. Молодец, вы знаете, вот вы как бы подытожили первое заседание наше, ну в такой, знаете, академической манере. Я все время, знаете, вот когда у нас проходит заседание общества, иногда председательствующие, ну раньше у нас на обществе председательствовал председатель общества, но теперь у нас как бы демократия, и все члены президиума, ну в том числе и Андрей Владимирович, и другие, все как бы ведут заседания. Иногда мне просто, вот я сижу в зале, слушаю, завершается как бы вот доклад, и председательствующий, ну просто отпускает докладчика и ни слова не говорит. Я вспоминаю Альберта Николаевича Кишковского, это нашу кафедральную школу, вот он всегда подытоживал, и всегда хоть, хоть даже иногда, вот мы сидели в зале и казалось, что доклад, ну такой никакой. Он всегда старался в любом докладе найти позитивное звено, позитивные мысли, идеи. Иногда их развивал таким образом, что даже докладчик смотрел на себя другими глазами. Альберта Николаевича, вы молодец, что вы вот на каждом докладе остановились, и вот каждому дали оценку и показали, ну вот значение и роль вот того, что мы здесь слушаем, то, что мы здесь обсуждаем, ну вот для тех, кто докладывает, это для тех, кто сидит в зале. Это очень важно. Поэтому спасибо вам большое. И мне, в общем-то, тут уже подводить итоги особенно нечего, но я хочу сказать вот что, что я, у вас, вот я смотрю, сидите, у вас нет программки ни у кого. Вот это недостаток. Надо хоть было напечатать на обычной бумаге, но я думаю, что они у вас, наверное, есть на гаджетах, там где-то в компьютерах глубоко, и вы все прекрасно знаете, но у кого этого нет сейчас, в данный момент, я познакомился вот со второй половиной, она еще более интересная, чем первая половина. Тем паче, что самое интересное оставили в конце, на закуску, что называется, потому что речь идет о новых технологиях, там и холлбоди, и все такое. Поэтому, знаете, как бывает, идут конференции, то обеда затянули до перерыва, а потом разбегаются. Поэтому я призываю вас остаться до конца, потому что дальше будет интереснее.